В Каталонии довольно сильны сепаратистские настроения. Но конфликт Каталонии с Мадридом носит не только политический характер. Споры касаются и финансовых вопросов. Каталонцы жалуются на отсутствие инвестиций. Барселона, столица Каталонии, это культурный и экономический мегаполис. В городе есть крупный порт, но в качестве транзитного узла он мало кого привлекает. Проблема в недостаточно развитой системе железнодорожного сообщения. Железнодорожная сеть безнадежно устарела и к тому же плохо приспособлена для грузовых перевозок. А станции не предназначены для протяженных вагонных составов. Строительство железной дороги находится в компетенции Министерства транспорта в Мадриде. Однако уже несколько лет подряд оно занимается в основном прокладкой линий для скоростных поездов, связывающих Мадрид с другими городами. Ассоциация Фермет выступает за модернизацию железной дороги. Между Тарагоной и Ванделеосом на расстоянии 40 километров один единственный железнодорожный путь. Хуже всего, что строить вторую ветку вдоль Средиземноморского побережья министерства в ближайшие несколько лет не планирует. Только 18 процентов инвестиций поступают на развитие этого региона, хотя он обеспечивает половину ВВП Испании. Другой пример. Каталония – один из немногих регионов в Испании с платными автострадами. В годы диктатуры Франко за использование дорог взымалась плата, а собранные средства вкладывались в развитие инфраструктуры. Позднее автострады появились по всей стране, причем в основном бесплатные. Экономист Даниэль Албалате подчеркивает, что в Каталонии в три раза больше платных дорог, чем в районе вокруг Мадрида. Это ведет к дополнительным затратам и ставит в невыгодное положение жителей Средиземноморского побережья Испании. Ведь в других частях страны плата за автострады почти не взимается. Каталония – регион-донор. Она теряет средства в результате перераспределения налоговых поступлений. Но министр экономики и финансов Каталонии считает, что дело даже не в деньгах. Если бы мы сами могли принимать решения, если бы у нас было больше полномочий и больше возможностей, то у нас было бы больше шансов преодолеть кризис. И я имею в виду не деньги. Нужно освободиться от тех законов, которыми нас сковывает центральная власть. Судя по всему, Каталония вряд ли отделится от Испании. Но с недовольством каталонцев придется считаться больше.